приветствую каждого игрока от овощей до статист на моем канале с вами зав и сегодня мы поговорим про amx 30b amx 30b у нас продается только вот в этом предложении давайте я вам сейчас его покажу только вот в этом предложении за 25 тысяч золота у меня этого предложения к сожалению нет поэтому я не могу вам показать его прямо вот внутри игры но тем не менее у некоторых игроков вот такое предложение есть и им было интересно послушать про amx 30b я вас услышал соответственно вот у нас ролик почти на подходе с предложением разобрались там 25 тысяч золота получается что если вы допустим хотите купить два вот этих танка на вот натиск и напор да получается вы отдаете за них 12 500 и если вы добавите еще 12 500 то вы соответственно получаете amx 30b за 12 500 amx 30b получить я считаю что это очень дешево ну потому что действительно за десятку заплатить 12 половиной тысяч это копейки это реально копейки чтобы в этом убедиться давайте посмотрим на цены прошлых лет и все станет ясно значит неуловимый 30b у нас продавался от 7 января 2022 года за семнадцать с половиной тысяч полная комплектация полная комплектация сейчас мы можем купить его за 12 половиной тысяч окей в двадцать первом году 18 июля вы могли его прикупить за 15 тысяч золота семью коробками французскими и больше ничего к этому набору в общем-то и не давали даже оборудование не положили 15 тысяч золота но 15 тысяч золота все равно выглядит вкуснее нежели 17 половины и вот это по моему самое дешевое появление этого танка то есть дешевле чем за 15 тысяч голды он вроде как не появлялся ну по крайней мере я этого не нашел хорошо давайте переместимся в двадцатый год 17 июля уже двадцатого года почти та же дата 17 с половиной тысяч золота и соответственно здесь уже есть оборудование здесь есть обвес камуфляж не положили почему потому что камуфляж на тот момент вообще не было на данный момент вот камуфляж есть поэтому можно его получить хорошо в 2019 году давайте сначала ноябрь посмотрим 4 ноября 2019 года за 20 тысяч золота продавался вместе с обвесом данный набор и как апогей продажи этого танка 12 июля 2019 года 25 тысяч золота 25 тысяч золота за танк и оборудование все то есть 25 тысяч золота этого изначальная продажа была и на данный момент выгоднее всего его можно было купить за 15 тысяч золота ну а мы можем соответственно за 12 500 урвать ну точнее мы это не можем а вот у тех у кого есть предложение те могут дорого это или не очень стоит или не стоит ну давайте сначала поиграем на танке а потом я уже в конце видео естественно вам расскажу кстати подписывайтесь на телегу там на всякие предложения туда-сюда и поехали 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 да поехали первую карточку традиционно делаем просто вот так просто так покатаемся что я хочу сказать про amx 30b вообще танк мне конечно нравится не знаю почему но он мне нравится у него большие проблемы с его дпм дпм ему не хватает у него три тысячи сто единиц дпм а там чуть чуть больше три тысячи сто это очень мало против современных машин в принципе практически у всех практически у всех три с половиной тысячи дпм а в том или ином виде присутствуют а у нас всего лишь три тысячи сто сами понимаете что просадка не маленькая 400 единиц дпм а это серьезно действительно серьезно ну ладно все равно он более или менее играется на мой взгляд вот такого чтоб на нем было прям вообще невозможно играть я не почувствовал но на нем тяжело это правда на нем очень тяжело вот сам x50b сюда едет нахрен он нам не нужен немножко отъедем давайте вот так по чату скатаемся у нас есть подвижность подвижность неплохая 350 единиц альфы это тоже радует это хороший показатель плюс увенчики сами видите 10 градусов присутствуют от этих 10 градусов отыгрывать достаточно приятно я бы даже сказал легко так вторую плюшку надеюсь не получу замечательно замечательно все поехали вперед хотя далеко вперед что-то не хочется давайте-ка бабаху шуганем немножко вот если бы у нас было чуть чуть побольше дпм а тогда было бы еще приятней у нас есть немножко очень мало немножко брони по сути больше всего геймплей этого танка похож на кого на леопарда 1 на леопарда 1 он больше всего похож сейчас очень много времени конечно потратил на эту бабаху но надо было ее шугануть оттуда чтобы она сюда не смотрела не стреляла по нашим пацанам наши пацаны добрали ее это хорошо ты куда делся ты на тебя в лоб не полезу я знаю у тебя барабан у меня барабана нет поэтому я подожду потом просто подъеду так наши пацаны с той стороны я понял хорошо последнюю плюшку принимаю от этого парня о танканули вот так вот видите то есть что-то танкануть мы все-таки можем так там из 7 против двух танков сражается но я думаю с горем пополам то он как-то там должен справиться в конце концов это и седьмой не какая-то картонная десятка сейчас я подъеду сбоку как-нибудь из а4 заломаем видимо не заломаем видимо придется заламывать 50 на этого е5 да 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 е5 ой 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 как интересно посмотреть а там хэви тебе по спине стучит а там хэви тебе по спине стучит не хочешь на хэви обратить немножко внимание я конечно понимаю что какой-нибудь 30b очень сильно раздражает но хэви тоже проблемная машинка ну вот вроде дпм нету да а вроде катаешься вроде и все получается ну плюс минус главное какие-то позиции более или менее грамотные получать выбирать точнее да где-то вставать отстреливаться и вуаля 4000 урона у нас кармане вторая степень 460 на света вот именно поэтому мне машинка это нравится да может быть на каком-нибудь леопарде я бы сделал даже лучше но с другой стороны у леопарда нету вот этой брони которая меня чуть-чуть защищала то есть леопарду в маску все песочили сейчас я вам все это делал тоже покажу хэвик вообще красавчик давайте ему респектик какой-нибудь поставим мастер вас получил хэвик красава если б не хэвик конечно было бы совсем тяжело а так вроде как и неплохо предлагают стать друзьями но друзьями я пока что не хочу становиться ребят так ладно значит давайте посмотрим на табличку на табличку и что же у нас по показателям ночи как я и сказал дпм у нас проседает три тысячи стоят конечно никуда не годится то есть посмотрите на леопарда 3700 3200 у стб плюс-минус похожий геймплей с стб потому что действительно mx30b играется ну почти так же как стб просто у него в ранее не настолько много как у стб вот стб стопроцентно танканул бы там даже бабаху может быть может быть несколько плюшек у бачата бы мы танканули на стб на amx30b все-таки ну не совсем так все хорошо у него еще есть вот эта кастрюля сверху я вам тоже ее покажу сейчас бронирование будем смотреть в общем поймете 250 единиц бронепробития это нормальный показатель ну средний показатель да по уровню десятому для ст 350 альфы это приятная альфа конечно леопарду тут ее немножко подняли раньше него тоже было 350 альфы у него дпм чуть-чуть поменьше был но ладно подняли так подняли и вот кд 674 это действительно долго когда вы вступаете в какую-нибудь перестрелку именно лоб в лоб то amx30b обычно ее не вывозят обычно amx30b конечно просирает в таких перестрелках по сведению нас допустим не все хорошо ну то есть по сравнению с другими танками на 10 уровне а вот по разбросу ну в принципе более или менее нормальный показатель на самом деле то есть я бы не сказал что он точностью обделен обычно когда ты стреляешь куда-нибудь то летит практически всегда именно в цель он редко мажет реально редко мажет то есть вот вы по геймплею только что посмотрели я не особо промахивался хотя выцеливал конечно 10 градусов у воинов у нас имеются тоже хороший показатель конечно у стбшки имеется 11 градусов у воинов это еще круче но 10 градусов это тоже неплохо вполне хватает для того чтобы отыгрывать и у нас есть очень неплохая скорость вот за что я его люблю так это за скорость 62 километра вперед 23 назад практически показатели леопарда по эффективной удельной мощности ну то есть по разгону да мы такие же как леопард практически один в один то есть мы намного превосходим стб в плане скорости в плане перекатывания то есть если нам нужно какую-то новую позицию выбрать мы это делаем но очень быстро в принципе этим воспользовался я отъехал назад немножко перекатился напал на бачата там ну и все видели да ну и по факту у нас 53 39 это на самом деле ничем не выделяющийся процент побед я бы даже сказал это грустный процент побед учитывая то что тот же леопард стб и паттон они играются в стоке ну 75 процентов экипажа будем называть это стоком то 53 39 амкса 30b это конечно грустно его особо не выкатывают в рандом то есть видите 975 человек это очень мало по сравнению с другими десятками это очень мало давайте посмотрим почему же его не особо выкатывают вот так вот он выглядит если вот смотрит лоб лоб вот эта кастрюля конечно это прям камень преткновения реально огромное посмотрите это пол башни это реально пол башни 100 миллиметров вот в эту башенку закидывают все кому не лень то есть если прицелиться если попасть то вы ее точно пробьете стопроцентно у нас есть какая-то броня именно в лобовой части то есть вот смотрите здесь маска маска прикрывает очень неплохо маской танкануть можно вообще в легкую дальше у нас здесь достаточно большие скосы то есть тут по 200 миллиметров это мы просто в лоб и мы смотрим да здесь 180 миллиметров ну где-то тут он конечно пробивается он действительно не является какой-то ультимативной броней лоб корпуса естественно у него тоже пробивается потому что здесь 40 миллиметров то есть вот вот в этой плашки 40 миллиметров понимаете это вообще ни о чем здесь у нас 55 миллиметров тоже очень мало нлд-шка 70 миллиметров это лучше танкует чем вот допустим влд-шка но если мы играем от углов все меняется когда здесь у нас становится 180 с копейками миллиметров но эту часть на самом деле не видят видят вот эту часть здесь у нас 250 плюс миллиметров здесь не пробивают здесь у нас тоже по 250 тут 500 где-то в каких-то проекциях вот здесь вот можно выцелить 200 миллиметров но вы высовываетесь даете тычку и снова прячетесь то есть времени на выцеливание как такового врагу вы не даете и за счет этого как бы враг пока там целится туда-сюда вы естественно можете отыгрывать 35 миллиметров с этой стороны фугасы здравствуйте жопа 30 миллиметров башня сзади 30 миллиметров полнейший картон полнейший картон пробивайте все кому не лень еще и крита сборник достаточно большой ну то есть можно криты поймать практически с любого выстрела вот который прилетает там в бартину где-нибудь сзади особенно если это фугасы фугасы сами понимаете работают против нашего танка и соответственно что мы имеем сухом остатке сухом остатке мы имеем очень очень скиллозависимый танк которому тяжело в рандоме в современном которому нужно уделять много внимания точнее нужно много внимания игре на этом танке уделять если вы не смотрите по сторонам то вы скорее всего отлетите в ангар одним из первых потому что не дай бог вы с кем-нибудь столкнетесь там лоб в лоб или кто-то выкатить на вас у кого хорошие фугасы он же найдет куда пробить реально найдет но 30 б можно сказать по правде вот редко встречается в рандоме соответственно не все знают что его можно пробивать фугасами практически во все щели вот вы теперь знаете поэтому фугасами по нему не все стреляют но обладая приятной скоростью неприятными какими-то другими характеристиками в принципе на нем играть достаточно просто смотрите 140 приехал быстрее чем мы хотя ехал практически самого начала то есть насколько сильно подняли 140 мус ходовые данные наши пацаны интересно куда-нибудь поедут смотрите вот просто стоят там на базе на а поехали все я понял раз они на а поехали то и я поеду на а тусоваться один на б я точно не собираюсь ну то есть я подсвечиваю конечно нашим пацанам но блин если я буду подсвечивать очень долго у меня найдут меня найдут и от меня ничего не останется у нас еще вроде маскировка неплохая но блин на маскировку рассчитывать на этом танке и это себя не уважать конечно благо у венчики есть вот за уенчики я реально уважаю этот танк венчики хорошая скорость вот это сейчас было больно вот это было неприятно это кто там мне прописал я вообще не был к этому готов это там кто-то на 600 альпы мне вписочил кто мог вписочить вафля там стоит 268 что ли пацаны ну вы как-нибудь может нападете господи там 1140 стоит нет я понимаю что там еще где-то 268 стоит на которого я вовсе не хочу нападать на вот он конец то его засветили вот сейчас точности не хватило сейчас точности не хватило для того чтобы по 268 попасть как следует ничего сейчас мы ему еще чуть-чуть поцелимся 268 вот тоже рандомная броня боишься стрельнуть куда-нибудь не туда потому что каждый снаряд на вес золота опять-таки дпм низкий хочется попадать хочется попадать хочется пробивать не дай бог промажешь сразу же дпм падает еще в какие-то низины да плюс можешь плюшку получить в ответ а плюшку в ответ это всегда очень больно для этого танка ну конечно подкрысил меня подкрысил меня этот парень вот видите не доглядел немножко хотя другой стороны как я мог узнать о том что он вообще там находится но в любом случае видно что я очень позитивно отношусь к этому танку все равно не знаю у меня как-то с ним сложились хорошие впечатления точнее хорошо сложилось с этим танком просто то есть у меня и на стрелы на нем нормальные идут и танкую я более или менее как-то иногда плюс-минус не то чтобы прямо танкует лучше всех я бы даже сказал что совсем не лучше всех он танкует но что-то танкует что то иногда он может танкануть вот пожалуйста 700 урона просто сходу а это очень много для нас это конечно неимоверная цифра окей вот ребят записываю по утром честно говоря второй степень получили 3200 урона 61 тысяча кредитов ну в принципе неплохо и мы опять в топе вот смотрите подсветили немножко постреляли сделали все более или менее грамотно перекатились нужный момент и все у нас получилось если бы 268 по мне не выдал я бы вообще был ни разу не расстроен что я могу сказать по поводу за 12 500 его купить за 12 500 это очень выгодно потому что в конце концов мы всегда имеете возможность продать его за семь с половиной тысяч золота а если вы его продаете за семь с половиной тысяч золота значит мы заплатили за него по факту 5000 золота 5000 золота это вообще копейки ну в нынешней ситуации то есть когда у нас там есть всякие предложения мы можем посмотреть рекламку там туда-сюда 5000 золота это копейки но другое дело что если вы не хотите покупать вот эти два танка и 12 может быть он еще в новый год появится там за 20-шку и потихонечку спустится в принципе не думаю что он будет все время 20 стоит может быть чисто теоретически на черную пятницу он появится но это вряд ли обычно все-таки десяточки на черную пятницу ну как-то не совсем продаются бывает конечно вот в прошлый раз у нас был 121 б за 12 500 по моему он стоил до до 12 500 он стоит если этот парень появится голый за 12 500 то в принципе его тоже можно взять а так ну не стоит касательно игры на этом танке на нем играть конечно приятно то есть вы катаетесь вы перестреливаетесь вы все время в движении у вас достаточно долгая когда чтобы вы могли оценить обстановку перекатиться на нужную позицию и снова выдать тычку альфа не маленькая слава богу не 190 как у центуриона мк рака там этого боже если бы у вас было альфа 225 единиц вот представьте у вас альфа 225 единиц вот на этой машинке ну и плюс ему брони чуть-чуть побольше дайте будет у вас мк рак этот который имеет 190 альфы только на десятом уровне наверняка когда-нибудь такая машинка появится но не дай бог лучше кинуть на 350 там плюс может вылететь там 380 даже 400 иногда вылетает чем вот эти там жалкие 200 единиц которые особо как слону-рабина короче множество танков будут да вы будете стрелять конечно часто ну ладно короче центурион конечно меня ужасает но на этом танки я действительно приятно на нем хорошо единственное что он достаточно скиллозависимый вам вообще ни под кого нельзя подставляться не дай бог вы под кого не будете подставляться не дай бог вы вступите в какую-нибудь перестрелку лоб в лоб тяжело будет очень тяжело потому что танкануть на этом аппарате ну нужно еще даже тоже постараться там него мало брони но есть ходовые характеристики благодаря которым вы можете хотя бы оттуда слинять эти ходовые характеристика обычно хватает для того чтобы перекатиться на какую-то другую нужную позицию и там уже постреливаться ну и пока перекатывайте жопу не подставляйте а то конечно пробьют стопроцентно еще и фугасом закинут подожгут пока будете ехать в общем нужно очень очень грамотно контролировать ситуацию которая происходит на поле боя ну и подписывайтесь на канал ставьте лайки я надеюсь что я вам максимально хорошо расписала mx30b и вы поняли что эта машинка и себя представляет в рандоме в современном пишите в комментариях как вы относитесь к мx30b что там у вас кстати по мx30b у меня вот 61 процент победы и 2318 среднего урона ну плюс минус более или менее нормальные показатели на самом деле это один из моих первых коллекционных танков и на нем я статистику малость заруинил ну потому что тогда я еще играл совсем хреново и тем не менее достаточно неплохая машинка на мой взгляд но какими-то особыми показателями конечно она не отличается и очень уж низкий дпм могли бы и побольше дпм отдать вот ей богу если бы дали ему там 3300 дпм а ну ни разу бы он им бой не стал от этого был бы ну просто чуть чуть получше вот чуть чуть получше я считаю он заслуживает а по маленького но а по ну и всем спасибо кто смотрел этот ролик до самого конца всем пока пока